добрым утром 30 мая вторник давайте посмотрим что готовит рынок форекс на сегодня я из дома слышны детские из гейктыки заранее извиняюсь давайте посмотрим что готовит рынок как евро доллар и кто были вчера у нас вечером звоночки в скайпе в курсе того что мы как бы рассматриваем вариант того что даже несмотря на то что закрытие ниже 1 2 зоны не было возможен разворот скажу сразу коротко пробежавшись по многим инструментам вероятность того что мы будем сегодня входить сделки очень и очень все находится на такой такой грани что вот-вот-вот вроде бы грянет как минимум краткосрочный среднесрочный разворот ходить в направлении прежней тенденции уже довольно опасно потому что поступают первые сигналы а новую тенденцию ну давайте разбираться и так евро доллар а среднесрочная тенденция была в лонг этот момент мы расторговали в лонг отсюда пытались отсюда пытались дальше продолжить работать управление вот сейчас торговля происходит ниже зона 1 причем судя по статистике если у нас происходит вот такие достаточно глубокие выходы за зону возврата и обновления вот этих хаёв достижение этих целей уже меньше пяти процентов вот это личная статистика и статистика собрана одним из участников нашей группы управлял показывал поэтому вероятность того что мы пойдем вверх на очень маленькая вниз торговать мы не имеем права так как у нас не было еще четкого закрытия ниже но и вверх сегодня рисковал буду ждать я если мы сегодня все-таки не обновляем вот эти лаи в течение дня поднимаемся куда-то сюда пробиваем вот этот хай но на откате не заходя уже ниже зоны 1 2 можно пытаться также еще ловить покупки но риски желательно очень сильно о продажах пока не думал что нам показывается по сантименту мы видим следующий момент у нас пять брокеров показывали за покупку сегодня уже четыре брокера то есть толпа постепенно выходит из продаж либо стопы у них здесь по закрывались либо принялись откуда-то отсюда может быть там брали свои сто сто шестьдесят пунктов ходили из позиции толпа из продаж выходит несмотря на то что подавляющее большинство все еще сидит даже поэтому этот и катор запрещает нам продавать общее резюме можем покупать совсем немного только после пробития вот этого хая очень низким лотом пункт есть более понятная ситуация по зонам это ситуация на шорт и мы не обновили зоны с котировками 1.28 1.29 здесь все еще стою сами сам поиска самых выгодных цен на продажу то есть отсюда можно расторговать отсюда можно расторговать тоже как и перебивая вот этих и цели у нас внизу это первые среднесрочные цели цель зона 12663 но если смотрим на сантиметра и ситуация не такая радужная как у нас по зонам по фунту именно то что в основном толпа все так же продолжает сидеть продажа хотя в достаточно пола это сад а мы видим только вот один из брокеров показывает явно все остальное на спорная ситуация мне кажется что это больше похоже именно то что также нацеливаемся на продажи и то о чем вчера говорил вечером ночки нашим полом именно фунт может за собой потянуть все остальные падение фунта может дать укрепление бакса соответственно все остальное мы здесь мы видим стопы достаточно серьезные стопы поэтому выбивание этих топов ожидаемо и нами планируемое и желательно если мы выбьем как раз зона четвертинки как раз здесь вот такая область накопления то есть если мы где-то вот здесь что-то рисуем это самый выгодный сигнал на продажу опять же из-за того что здесь у нас сигнал слабый на продажу же в основном показывает риски необходимо уменьшать ауди жесткая проторговка пятница понедельник вторник да может быть вот это был ложный пробой может это было собой об этом и конечно только после закрытия ниже вот этой зоны не было соответственно среднестрочная тенденция лонговая нас пока сохраняем смотря на это не рекомендую как бы в эту пару платься большими лотами по той же самой причине идет как мне кажется поторг-разворот что будем здесь делать ожидаем пробоя вот этого хая если он осуществляется возможно дойдем и до атр всего немного откате опять же уменьшив риски покупаем цели обновления хая и пока вот эта зона сантимент поэтому будет нам следует и момент значит у нас толпа в основном своем сидит в паку то есть так конечно 50 на 50 можно сказать распределено опять же не хочется мне брать этот инструмент прям вот на него надеяться возможно что сегодня мы только по кроссом более-менее можем отработать а вот мажоры показывает разностороннее разношерстное направление если покупать то только после пробоя вот этого хая о продажах пока не думать новозеландец новозеландец в отличие от австрала и остальных от первых мажоров которые мы рассматривали показывает довольно четкую тенденцию вонг а здесь можно принципе уже даже новую зону нарисовать давайте мы это дело сделаем потому что мы х и обновили соответственно от этого хая мы должны построить новую зону четверки половинку и мы уже протестировали четверки протестировали ее иран американской сессии подняно их океанской сессии поэтому вот он паттерн который в принципе поработать можно есть хай сейчас если мы этот хай переписываем на откате довольно неплохой момент будет пойти то есть со стопом 17 20 пунктов первая цель порядка 40 пунктов один к двум дальняя цель один двум с половиной не самое лучшее с это я работаю такие моменты только если не могу найти где-то что-то более лучше но этот инструмент я себе беру на заметочку давайте посмотрим что с момент поэтому разу момент нам показывает следующее что толпа также продолжает сидеть продажах но не так сильно от на 50 вообще вон ланда дука с 50 на 50 принципе только толком опять же ничего сказать не может здесь радует вот эти стопы о которых мы говорили их желательно зацепить тут же нас включает лимитки то есть все как раз вводится к тому что мы вот до этой зоны все-таки можем дойти если пойдет разворот уже от нее то есть новозеландцы берем на заметку сил не самый мой любимый инструмент но все-таки из того что пока разобрали это идир скажем так далее канадец канадец также у нас находится в область самых выгодных цен на продажу так и раньше среднесрочная шартовая тенденцию охраняет ай этот мы не обновили этот хай после теста 1 2 мы также не обновили принципе вот здесь вчера рекомендовал ходить продажу в режиме реального времени кто вошел по рынку сейчас конечно находимся в посадке выходить не имеет смысла никакого потому что стоп рассчитан да то есть топ у нас здесь порядка получается 30 пунктов стоп рассчитан все в пределах нормы необходимо продолжать сидеть дальше новых сделок я пока не вижу только если мы будем перебивать вот этой твой перебили ну тогда уж на откате может попытаться дальше войти продажа цели все те же обновление лоев и зона с котировками 1 3 3 12 сантимент огнет ли нас сантимент давайте по здесь видим реакция замечательная так то что нас остановило и это в принципе реально так толпа сидит в продажах говорит покупать продавать нельзя ну вот момент опять же спорный на каком-то таком периоде времени сейчас находимся рынок куда-то собирается куда непонятно в угадайку лучше не играть поэтому новая сделка новые сделки не рекомендую открывать старую держать стоп так стоп ничего страшного полпроцента кто один и на ну и на вот эти продажи необходимо держать среднесрочная таблица у нас идет в шорт кто в пятницу не закрылся сидите дальше стоп можно перевести уже будете в предыдущие кто вот здесь ходили по вот этому паттерну его рассматривали получается 25 числа новые сделки открывать ну тут уже совсем бессмысленно потому что цели у нас это первая цель это вторая цель а мы единственный правильный адекватный стоп это сюда все вот эти стопы прятать вот эти хаи это глупо потому что мы такие хаи выбиваем 50 на 50 поэтому пробить его и пойти вниз его не стоит цене точно так же как и этот хай зацепить и пойти вниз вот это сложнее потому что это все-таки глобальный такой хай всего сильного полутора недельного роста поэтому на него внимание обращаем соответственно если стоп ставить сюда то соотношение здесь не самые приятные достаточно большое количество пунктов новых сделок никому открывать не рекомендую то есть тут чуть больше чем один к одному возможно возможное соотношение стопа к тейкому большой стоп порядка 7 интересно новых сделок не открываем сантимент толпа стопы смотрим смотрим толпа у нас неопределенности опять же что говорит нам о том же самом куда-то что-то готовится набираем видим большое достаточно скопления вот здесь топовых ордеров это могут быть стопы это могут быть бай стопы все они находятся вот за этими хаями так это у нас получается вот эти хаи поэтому я и говорю что выбить новые сделки почему не рекомендую пробить вот этот ай очень даже цене будет приятно собрать стопы и пойти вниз этом новых сделочек не рекомендую открывать доллар шийцариц здесь момент четвертинка сегодня закрылись выше да я так понимаю четвертиночки выше четвертинки вероятность достижения 1 2 очень большая как минимум обновить хай уже обновили стоит не стоит продавать давайте попытаемся взять пока вот эту точку за км потому что вот это тихо азиатская проторговочка в принципе ничего не знать либо будем искать вот здесь км да то есть все-таки достигнем 1 2 пробьем контрольный минимум и на откате попытаемся войти пока продолжаем работать в продажу по этому инструменту целями обновления вот этих лоев и достижения вот этих зон это котировки у нас или несрочная цель 0 96 13 сантимент и толпа что нам показывает показывает продавать до толпа сидит а в покупках причем очень много в покупках из мажоров это второй инструмент на который стоит обратить внимание сил это новозеландец швейцарь швейцарьца можно пытаться найти продать но желательно найти какой-то явный хороший еще новый км то есть обновление хаев еще допуская после него уже идем так далее кроссом и по сантименту рассматривать не будем по кроссом пробегаемся просто так но захватим еще сек непонятный выстрел стека да года нам не дал мы ждали пробития вот этого минимума поэтому на продажу мы не вошли это был единственный вариант по продаже этого не произошло сейчас обновили вот этот хай раз уже этот хай 2 не похоже вот это наложенное пробитие вероятность того что у нас этот инструмент разворачивается идет теперь вверх очень даже вероятно чего будем ждать сегодня входить еще рано покупки продажу не рекомендую покупки также не рекомендую скорее всего будем закрываться если выше этой зоны завтрашнего дня на откате рассматривать вероятность похода вверх цель обновить этот хай этот хай и по зонам уже посмотрим показывать инструмент еврофунт еврофунт тенденция лонг тенденция лонг сохраняется пока ничего не сломалось находимся в области самых выходных цен на покупку явного км здесь нет таким образом можно попытаться растраговать у нас еврофунт после образования лоя ну допустим вот этот лой достаточно приятный красивый лой должны несколько вариантов так такового нет или вот эту точку посчитать за км для помощи для помощи проведем какую-то себе виртуальную такую линию тренда вот эту точку считаем за км тогда вот такой момент пробой и и возврата 50 процентов или ретест этой линии тренда и поход вверх очень хорошая сделка в плане соотношения стопа к тейку то есть топ пунктов 20 тейк до первого только один к трем дальний тейк у нас идет котировками 0.88 52 закрепления выше вот этой недельной зоны не было вероятность достижения поэтому не очень высокая поэтому на обновлении хаев можно открыть даже не 50 процентов порядка 60 процентов от всего того объема который мы можем открыть здесь если у нас будет точка входа не будет точки входа тупо входить лимитками или тупо по рынку сейчас ходить это реально будет именно поэтому ждем только конкретную точку входа желательно на скамом может быть мы пойдем еще и вниз может быть вот так мы сходим и нарисуем тогда какой-то хороший км на пробое тогда мы войдем вверх это конечно будет самый оптимальный вариант в общем пока только ланги пробой вот этого минимума не допустим тем точку входа и пытаемся евро иена евро иена так и у нас тут закрытие закрытие выше да тут новости какие-то новости нас не интересует новости на рынок не влияют на принятие нами решений новости также не влияют тема здесь как такового нет за исключением вот этой точки поэтому раз торговать такой момент это конечно достаточно безопасно но большой стоп вспоминаем что вчера говорю что мне не нравится что мы находимся в рамках всей вот этой вот этой вот падающей волны и пока не можем ни туда выйти ни сюда выйти по этому сделку то и будет входить все решения на свой страх и риск принимаем но я бы входил только после пробития вот этого максимума на хорошем откате чтобы было более менее хотя бы соотношение топ 100 пунктов ну и take 200 один к двум хотя бы если будет то в принципе среднесрочно до конца недели можно попытаться здесь работать в рамках всего вот этого участка и пойти к его верхней границе ну это единственный вариант на по этому инструменту на себе пункт йена эти зоны не актуальны малые обновиты среднесрочная тенденция у нас все так же смотрим в шторк закрытие то что здесь у нас Америка в зоне закрылась опять в зоне закрылась сейчас на этих новостях каких то вынесли поэтому что мы смотрим и не очень нравится конечно не извиняюсь не очень нравится вот этот максимум почему потому что если мы пойдем к зоне 1 4 и здесь искать точку входа на продажу тогда соответственно у нас ломается вся вот эта система когда мы перебиваем вот эту точку и пробой ее вверх может нам говорить о том что мы пойдем глубоко вверх вверх поэтому если и торговать вниз то для меня единственный вариант опять же смотрите каждый самый еще ниже уйти сначала для того чтобы мы смогли построить четвертинку которая не обновит вот этот хайк если четвертинка будет где то здесь то от четвертиночки мы уже попытаемся расторговать дальше если этого не будет точки входа у нас не будет опять же смотрим ждем конкретные точки и старайтесь там ловить этих сделок вот на таком таймфрейме по 10-15 инструментам если качественно грамотно отбирать сделки их у вас в месяц не будет больше 10 не будет больше 10 сделок две сделки в неделю 2-3 это за глаза для того чтобы зарабатывать даже вот на таком таймфрейме а то что там выше там вообще если переходить 1-2 сделки в месяц поэтому да у нас понедельник скучный вторник я смотрю тоже намечается достаточно скучно может быть ничего у нас и не получится так евро ауди стеклись что мне здесь нравится смотрите этот участок так четко уже в который раз нам дает отбой здесь отбой второй раз отбой третья четвертая пятая сейчас опять какой-то отбой кто-то тут сидит даже ради интереса давайте все тянемся по евро ауди может кто-то интерес я думаю ничего такого мы сильно здесь не видим а вот какие-то вот эти лимитки которые максимум а может быть они здесь их было побольше надо посмотреть уже что в динамике нам показывает пораньше отскочить кто-то здесь есть кто-то кто сдерживает рынок также это все идет у нас смотрите вот этот хай то есть была поддержка стало сопротивление чисто по технике это очень сильное место очень сильный сигнал на покупку здесь можно выделить вот такой вот сегмент который был у нас на пробое и вот этой линии если входить в покупку сам безопасный стоп будет стоять именно за этот можно даже попытаться это дело сделать с текущих текущих это именно если мы найдем давайте разберем вот это все вот это падение то есть у нас был глобальный хай то это падение выглядит у нас вот так импульс коррекция импульс коррекция импульс если мы пробиваем вот эту точку движением вверх дождаться желательно откат опасный стоп это конечно поставить весь его вот за эти меню куда-то сюда это достаточно опасность безопасность топ мы рассмотрим вот такой соотношение конечно не из самых приятных один к полутора только до первых целей напрягает здесь то что закрытие вышло зоны не было но до дальней цели нам позволяет сходить тут будет там один к двум один к двум с половиной такая вот среднесрочная сделочка может быть не на одну даже неделю но пока стараемся купить безопасность топ спрятать вот сюда есть достаточно опасность аудиена аудиена продавать сигнала пока нет покупать очень опасно опять же находимся в рамках всего и вот этого движения мы не вышли ни выше него и вот этого движения потерь там и нет у нас вот этот момент вот этот весь спорный момент непонятно к чему он относится либо импульс коррекция либо импульс коррекция импульс по зонам закрытие ниже не было поэтому больше похоже что вот это все коррекция Коррекция достаточно правильная. Видим. Раз, два, три. Поэтому рассматриваем пока только покупки после пробития вот этого хая. Да, вчера опять мы говорили, что может быть после этой наторговочки сложный пробой вниз. Возможно именно вот это он и осуществляется. Поэтому давайте красиво нарисуем. Вот такая модель. Это самая лучшая модель, которая только может. Давайте Audi Yen. Еще один инструмент, на который мы сегодня пристальное внимание. Уже три инструмента имеем, на которые мы сегодня смотрим. Хоть что-то одно из них даст более-менее хорошую точку входа. Вот будем уже пытаться поймать. Audi Yen, обращаем внимание. Золото у нас происходит веселое. Зоны вот эти не актуальны. Хаи у нас новые. Смотрите. Кертинка. Татировочки. 13,5985. Половинка. 13,4953. Мне бы конечно хотелось расторговать этот момент от четвертинки, чтобы не перебить вот этот лой, вот этот лой. Поэтому падаем сейчас сюда. Даем коррекцию. Даем КМ. Вот эта модель. Самая качественная, самая красивая. Модель по золоту, которую мы можем сегодня ожидать. Вот здесь работаем полным. Если пойдем к половинке, ну и не пробьем вот этот минимум. Ну то есть немножко не так нарисовал. То есть вот так протестируем половиночку вот так бэк. То достаточно опасно. Вот конечно уменьшаем. Но если все-таки цена пойдет в нашу сторону, то заработаем мы все равно гораздо больше, чем при входе А4. Но пробитие вот этого минимума вообще не допускается. Это минимум промежуточный, на который мы не спрашиваем. У нас КМ здесь. Все. Золото. Лучший момент отсюда. Давайте на сегодня все. Те, кто в группе, посмотрите записи вчерашнего нашего семинара, вчерашнего встречи. Там подробно мы рассматривали некоторые инструменты. Я там в такой полувальяжной форме объяснил некоторые моменты, на которые мне плевать. Да, и что я где-то иногда наоборот работаю против системы, где-то очень сильно фильтрую сигналы системы и вхожу не по всем своим же сигналам, а очень большую и сильную фильтрацию они получают от различных. Один из которых это вот эти данные, данные различных брокеров по тому, куда же, в какую сторону она реально сидит, толпа по каким инструментам. Именно на рынке Forex, смотря уже нет, опционы нет. Все, давайте всем удачной торговли. Неделька тяжеловатая из-за выходных. Понедельник, вторник получается у нас такие. Все еще раскачиваемся, раскачиваемся. Как и говорил, вероятнее всего будем только в среду, в четверг более-менее, может быть, начнем торговать. Все. Всем профита, всем пока.